Горизонт событий 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 Человек знал, потому что у волонтеров направления абсолютно разные. Одни добровольцы помогают проводить крупные городские мероприятия, другие собирают автомобили в зону проведения специальной военной операции. Совместными усилиями туда доставили уже десятки машин. Есть и те добровольцы, которые ежедневно помогают в хосписе. Люди приходят к нам, помогают, общаются с больными, помогают им в жизни. Есть же элементарные вещи, которые доступны любому человеку, недоступны нашим больным. А это уже детская областная больница, где волонтеры и сотрудники центра готовят новогодний праздник для маленьких пациентов и обсуждают планы на будущее. Не так давно у нас приезжали пациентские организации, 11 пациентских организаций со всей России. И мы собирали детей с редкими заболеваниями. Здесь у нас проходила поликлиника одного дня. Нужно было за ручку каждого пациента проводить до врача. Кого-то в стационар, кого-то в КДЦ. Каждый за один день прошел полный курс обследования. И вот девочки очень помогли. Добровольцы отмечают, что волонтерство – это не профессия и способ заработка. Это призвание творить добро и ничего не ждать взамен. Зачем идти в добровольчество? Как попасть в волонтерские организации? Как не выгореть самому, помогая другим? Об этом мы поговорили с разными представителями добровольческих организаций. Ответы на вопросы в нашем интервью. А что такое для вас быть добровольцем? Именно слово «добровольцем» от слова «добрая воля». Когда человек по доброй воле делает какие-то действия, шаги предпринимает и оказывает помощь населению, пострадавшим, тем людям, кто нуждается в этой помощи. Добровольчество для меня – это значит быть ответственным. Ответственным к своей стране, ответственным к людям, которые в ней находятся. И относиться к ним так, как хотелось бы тебе, чтобы относились к тебе. Ну кто такой вообще добровольец? Добровольец – это тот человек, который по зову сердца, с открытой душой, с благими намерениями оказывает помощь людям, попавшим в трудную минуту. Либо государству. То есть это, если говорить по большому счету, это патриот своей Родины. Это тот, кто любит ее. А Родина – это начинается с нашей семьи, с наших друзей, с нашей малой Родины, с нашего окружения. Сергей Иванович, а вы помните день, когда вы пришли в добровольческое движение? Добровольческое движение пришло в 1976 году, когда поступил в Иркутское пожаротехническое училище МВД СССР. Я выбрал профессию пожарного. Пожарный – это практически, когда ты выбираешь профессию, ты знаешь, для чего ты будешь учиться, кем ты станешь последним, каким специалистом и что ты будешь выполнять. А роль пожарного – это прийти первым на помощь людям, попавшим в опасность. Нет, я не помню, но я хорошо помню день, когда я покидала детскую Ивано-Матрюнинскую больницу с ребенком на руках. Это было 21 декабря 2015 года. Падал такой невероятный снег, совершенно сказочный вечер был. Я держала младенца на руках и смотрела на больницу и понимала, что я сюда обязательно вернусь, но уже с возможностью какой-то помочь. Видя ситуацию внутри, понимая, что ты можешь быть на каком-то уровне даже партнером, принимать участие в создании лучших условий, помогать, помогать. Ты знаешь, ты уже прошел некий путь, у тебя есть внутренний ресурс, и ты уже понимаешь, как этот мир чуть-чуть улучшать, делать лучше, быть создателем и в этом. Вы знаете, это было неосознанным решением вообще таким, чтобы там сидеть, подумать, готов ли я. Здесь вообще нет никаких таких, может быть, четких конкретных решений. Просто есть момент, когда ты говоришь, вот есть потребность, я готов, я иду и делаю. То есть нет обсуждения, дум каких-то, есть действия. Нужна помощь, она приходит. Наш вот клуб именно состоит из тех девочек, которые, ну, однажды испытали огромную благодарность врачам, докторам, и захотелось сказать, ну, как-то выразить это спасибо. А в чем состоит помощь сейчас ваша? Ну, надо понимать, что у больницы есть определенный бюджет, и он очень строго регламентированный, расходование средств, оно строго целевое. А видя ситуацию как бы внутри, понимая, как ты можешь помочь. Ведь на самом деле выздоровление ребенка – это такое некое партнерство врача, ребенка, родителя, да. И оно складывается не только из, скажем так, протокола медицинского навыков врачебных, да, оно складывается из атмосферы, из настроя, из многих факторов. И вот мы как-то понимаем, каким образом можно помогать ребенку, выздоравливая, ну, посредством создания условий, комфорта. То есть вы создаете и настроение в том числе для… И настроение в том числе, да, да, да. То есть наша задача заключается в том, чтобы помогать больнице улучшаться теми средствами, которые мы можем. Например, ну, то есть, ну, это могут быть праздники, это могут быть какие-то мероприятия, это может быть какой-то там сбор средств для покупки какого-то оборудования, которое, ну, невозможно купить на те деньги, которые вот предполагаются для больницы. Я как раз перед нашим с вами интервью сегодня думала о том, что многие говорят, что тяжелые времена закаляют людской характер, но мне кажется, в сложные, трудные времена такое качество, как доброта, оно максимально проявляется в человеке, раскрывается. Как вы думаете? Совершенно верно. Вот после того, как началась специальная военная операция, мы приняли непосредственно участие, особенно региональное отделение Общероссийского народного фронта по Иркутской области. Мы с первых дней стали участвовать в сборе гуманитарного груза и решать вопросы именно по возможной доставке непосредственно в зону спецоперации. Первый наш, ну и вообще внутренний какой-то был позыв, что помочь людям, попавшим в такую ситуацию, крайне тяжелую. Мы помним Мариуполь, да? Разрушенный город. Значит, голод. Не работает ни одна инженерная коммуникация. Не было электричества, не было газа, не было воды, не работала канализация. Да практически вообще, ну, бездействовала вся инфраструктура. И мы в мае месяце выехали в Донецк, в сторону Донецка. Но с различными там трудностями все-таки мы попали в Мариуполь. И то, что мы увидели, поразило вообще нас, поразило взрослых людей. Это мертвый город, разрушенный город, неимоверный запах. И мы подъехали к раннему кварталу, недалеко от Азовстали, где еще находились азовцы и шли боевые действия. Когда мы подъехали и увидели людей, которые выходили из подвалов, из полуразрушенных домов, детей, беременных женщин, с младенцами на руках, пенсионеров в таком уже крайне серьезном возрасте, инвалидов. И мы были просто ошарашены. И когда дети подошли, попросили хоть капельку воды, понимаете, сердце разрывалось. И мы с волнением, все ребята из нашей команды вспоминаем это. И вот буквально послезавтра у нас будет уже 12-я гуманитарная миссия нашего регионального отделения Народного фронта. Туда. За ленточку, к ребятам. Вы руководите региональным отделением Всероссийского студенческого корпуса спасателей. В организации состоят одни студенты, или это другие еще молодые люди, или взрослые люди? Ну, для студентов, как всегда, должны быть наставники, которые уже прошли какой-то большой путь. Это авторитеты, которые влияют на их решения, может быть, показывают собственным делом, что происходит, и как это должно происходить. Поэтому костяк, конечно, это студенты разных учебных заведений, потому что наша основная цель – это воспитание молодежи, подготовка ее к оказанию помощи населению, воспитание и формирование в них социальной ответственности. Но, конечно, взрослые люди, которые являются их наставниками, и их примером тоже в организации работают. Как оцениваете результат свою работу? Удается вам воспитать молодое поколение? Ну, вы знаете, там, наверное, воспитание – это процесс бесконечный, и воспитать невозможно, можно воспитывать. Вот мы воспитываем, и я думаю, что мы делаем это хорошо и правильно. Вот вы все сегодня видите, да, какой объем здесь работы, и здесь работают студенты, и если они здесь работают, я думаю, что процесс воспитания происходит очень хорошо. Ну, сейчас все ваши усилия направлены в наш новый территорий, зона СВО, то есть вы всю помощь оказываете туда, но вы ведь работали еще, я помню, ребята из корпуса работали на устранении Тулунского наводнения, последствий паводка. Где еще заняты ваши ребята? Да, ребята постоянно участвуют, работают и в повышении своей квалификации. Например, мы постоянно работаем в тесной связи с главным управлением МЧС России по Иркутской области, проходим учебно-тренировочные сборы всегда с ними. Это не только 2019 год наводнения в Тулуне, это ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций в 2020 году, это пожар в поселке Дальнем Нижелинского района, это ликвидация в том же Тулуне, в Нижнеудинском районе, подтопление в поселке Баклаши. В прошлом году ребята наши ездили на ликвидацию последствий взрыва Крымского моста, на организацию пункта временного размещения для эвакуированных из Херсона. Наши ребята эвакуировали людей из Херсона, мирных жителей. Это постоянная работа в чрезвычайных ситуациях, в ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, которая сейчас тоже происходит на территориях Донбасса. И мы, конечно, со всей ответственностью, со всей силой туда вкладываемся. Я думаю, что как раз в сложные времена проявляются наши демоны, они могут быть как светлые, так и темные, конечно. Безусловно, именно в момент некого переживания глубинного ты находишь эти ресурсы, и это имеет какое-то развитие. Вы же не ограничите только помощь в больнице, у вас еще есть прекрасная акция «Фасадник», это тоже такая акция «Добрых дел». Да, я в ней тоже принимаю участие с огромным счастьем и огромной радостью. Это потрясающий проект, рожденный на базе клуба социальных технологий, уже такой городской, большой, он известен на всю страну. Проект, посвященный сохранению культурного фонда деревянного наследия города Иркутска, нашего прекрасного, окруженного Иркутска. То есть этот проект посвящен консервации деревянных домов для того, чтобы они прослужили долго. Это очень масштабное, это очень веселое, это очень радостное. Это то, что мы можем видеть с вами каждый день и принять участие. Ну, очень-очень просто. Это тоже приносит огромное счастье. Я участвовала два раза. Классно же красить, это весело. Это знакомство, это общение, это какие-то связи, это работа в команде. Вообще сама по себе благотворительность – это то, что эта почва – прекрасные условия для роста. А как вы, спасая других, сами не сгораете? Это ведь очень эмоционально тяжело видеть и страдания. Нет, наоборот. Во-первых, ты видишь, что твоя помощь, она нужна людям. И когда тебе звонят, говорят, Сергей Иванович, спасибо большое. Буквально вот ваш квадрокоптер с тепловизором спас нам жизни. Несколько лет вы занимаетесь волонтерством, добрыми делами. Количество желающих присоединиться к вам, мне кажется, растет. В обществе вообще запрос на добро сейчас такой большой? Здесь много факторов. Конечно, растет. Потому что все понимают, все хотят уже тоже получать это удовлетворение от какой-то своей деятельности, своей жизни, видеть какие-то результаты. Мы уже понимаем, что мы сами... То есть молодежь, общество начинает понимать, что мы в состоянии менять. Мы можем делать... Ты можешь сделать ряд каких-то телодвижений, действий, и они приведут к какому-то результату. И этот результат ты можешь видеть, наблюдать, чувствовать, наслаждаться. Это запускает такие классные очень механизмы. Это очень весело. Это очень интересно для молодежи. И я считаю, что это классное времяпровождение. Это опять же про счастье, про радость, про удовлетворение. Поэтому, конечно, растет. Ну, я знаю, что вы очень много работаете по личным просьбам. Понятно, что оборудование, есть какие-то личные. А были ли какие-то прям интересные вещи, которые просили? Я не знаю, может, какие-то любимые конфеты кто-то захотел. Ну, ребята, конечно, просят чего-нибудь из дома привезти. Омуля, например, привези. Ну, все, мы не можем, хочется чуть-чуть орешки кедровые привезти. Ребята всегда к вещам из дома относятся по-особенному. С теплотой. Даже, знаете, я привез ребятам, допустим, 5 килограмм орехов кедровых. Приехал через два месяца, они их не трогали. Они просто греются теплом для того, что орехи есть. А вот сейчас очень большое количество ребятишек в школах пишут письма, открытки. Что для бойцов знать читать? Вы же наверняка их передаете, видите. Да, бойцы с огромным удовольствием читают эти письма. И, знаете, очень много просьб найти отправителя письма. То есть бойцы хотят ответить детям. То есть ответить, какой у них быт, ответить, как они здесь живут, какие у них сложности есть. Ответить ребенку совершенно непонятному, который там написал, да, ответить, а как их дети воспринимают их службу там. И я думаю, что это очень большое значение имеет в патриотическом воспитании детей. Эти письма обязательно от бойцов нужно организовать в обратную сторону. Волонтерская работа, она никогда не заканчивается. Всегда кому-то нужна помощь. Вы черпаете вот эту энергию для добрых дел из того, что потом получаете взамен вот это чувство удовлетворения и счастья? Ну, конечно. Это же во всем. Вот ты пирог постряпал, его съели, все счастливы. У тебя появляется вдохновение идти и делать дальше. Это же вот как бы схема-то одна и та же. Ты что-то сделал, ты увидел результат. К тебе приходит сила, энергия делать, продолжать. Ну, у нас, слава богу, становится больше, поэтому мы где-то помогаем друг другу. В одном проекте одни, скажем, лидеры, в другом проекте другие. Потому что у нас свои у каждого навыки. Кто-то классно организовывает праздники, кто-то хорошо собирает средства, кто-то хорошо прорабатывает какую-то системность. Мы собираемся, наши все навыки, они, в общем, дают некую такую классную командную работу. Кстати, волонтерство – это очень классно. Если вы хотите проработать командные навыки, обязательно идите в фасадник. Это прям суперская история для того, чтобы немножечко провести такую работу с собой. Это образование в том числе. Мы заряжаемся от того, что мы меняем страну. Меняем все вокруг. Мы хотим сделать так, чтобы все люди стали добровольцами. Чтобы все делали какие-то вещи по доброй воле, а не в отношении какой-то мотивации. Деньги – это какие-то, может быть, материальные ценности. Если мы друг другу будем помогать безвозмездно, и мир вокруг изменится. Скажите, пожалуйста, были ли такие ситуации, когда все думали, все, я больше не буду этим заниматься? Ну, конечно, такие мысли проскакивают иногда, когда ты уже получаешь какой-то объем нагрузки, который становится уже критичным. Но внутренний голос всегда говорит, что все, хватит уже, нагрузка, перегрузка и все. Но когда ты немножечко отстраняешься от этого, даешь себе немножечко отдохнуть и осознаешь все происходящее, конечно, ты потом включаешься еще с большими силами в помощь. Таким был горизонт событий на этой неделе. Вместе с вами будем следить за новым уже на следующей. До встречи! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова